Репутация для вас в любом случае это прежде всего. И в этом смысле. Никогда не пишите заказки. Не пишите, не делайте. Поверьте моему, что да, у них согласны. Вы можете получить большие деньги. У вас может удачно сложиться с вашим непосредственным руководством, который этим занимается. Но потом это догонит вас. Потому что в какой-то момент любой нормальный человек не захочет этого делать. Допустим, вы достигнете статуса уже уважаемого авторитетного журналиста, который много получает денег. Зачем ему это надо? И он уже это не надо. И мы помним. Коллеги помним. Руководители помним. Бизнесмены, которые давали вам деньги. Политики, которые вам давали деньги. И они вам уже все равно будут относиться как к тому, кто брал деньги. Я не призываю вас бороться, там, рвать на себе рубашку, бороться с жильцой в рамках вашего издания. Это могут делать уже только авторитетные журналисты. Или это могут делать те, кто чувствует какую-то кодежку. Или внешность слива. Не надо. Просто отказывайтесь. На. Вплоть до того, что, я не знаю, придумывайте, что вы будете. Как вы будете. Религиозные убеждения. Ну, условно говоря. Просто не делайте. Если вы их делаете, вы все равно будете. Ну, вот что делать? Вас заставляют делать какую-то заказку, за которую вы не получаете сами деньги. Да, ну, просто редакция. Мы знаем, что сейчас, на самом деле, женщина приобрела уже как бы индустриальный масштаб. Да, это просто платится там в рекламной модели. Вы должны сделать этот материал. Окей. Делайте. Но не ставьте никогда поделить. Ставьте условия. Ну, как бы делают, в принципе, журналисты многих телеканалов. Они все равно себя не светят в этой связи. И, б, они не освещают таким образом пиарную информацию своей фамилией. И, в, даже те, у кого они брали информацию для заказного материала, все равно они видят отношения журналиста к этому, да? То есть, они понимают, что он протестует против этого. Пусть это будет лично или невероятно. И они это будут уважать. Поверьте, они, те, кто воюет сейчас против, за женсу, кто хочет заниматься женсой, они ненавидят тех, кто выступает против, но они их уважают. А вот те, кто занимается женсой, типа, а мне все равно, их не уважают. И это когда-то аутница. Вот запомните навсегда и для себя. Опять-таки, не позволяет обозначить мой опыт. Вы на своем жизненном пути, если вы будете стараться быть честным журналистом, вы будете очень часто проигрывать. Выиграет тот, кто более, да, кто более, кто, там, берет деньги, кто готов, там, сегодня писать так, завтра по-другому, слушаться, и все. И ты будешь думать, ну, блин, ну, как? Ну, ты пытаешься быть честным, низким, и все. И у тебя, там, ниже зарплаты, там, тебя не ценят, тебя могут выиграть, и купить, и все. Ну, поверьте мне, вот просто не все так быстро, как хочется, но все равно, в конце концов, все становится на свои места. Правда, ужасно то, что в следующий момент опять тут все плохо. Это да, но тем не менее, я считаю огромным плюсом в нашей истории украинской журналистике, то, что ведь несколько карьер все-таки поломано. Все-таки тот же Слава Тиховшин, с которым я дружу, но тем не менее, он уже никогда не станет авторитетным журналистом, которым мы вкладываем, ну, вот все понятие этого слова в этой стране, да, никогда не станет, при том, что у него очень много позитивных качеств, я считаю, что это лучшие телевизионные дети, которые у нас есть, и второе его позитивное качество, это то, что он никогда не врал и не врет в личном общении, то есть в отличие от многих других журналистов, которые занимались, или занимаются неблаговидной деятельностью сейчас, и которые в личном разговоре с ним, он все равно будет с пеной рта отстаивать, что я на правильном пути, это вы все неправильно, темники это на самом деле хорошо, ну, условно так говоря, да, вот таким вот Дмитрий Гиссарев, который всегда говорил, что он делал и пушистый, даже в личных разговорах с ним. Тиховшик всегда, и все знают, кто работал на 131, они всегда знают, что во время разгара темников он говорил, да, это вам много, ну, типа, вот нам надо его сделать там потому-то, 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 но хотя бы не заниматься, это лицемерие, да, таким уже масштабным, самым масштабным, но карьера поломана, и таких журналистов уже есть достаточно много, я не один, поэтому вот всегда ваша честная позиция, ваше стремление быть незапятными, ваша забота, прежде всего, репутация, она все равно окупится, да, она и может не окупиться, хоть же каковши, да, имеется, ну, много денег, очень много денег, да, то есть она не окупится материальным вашим положением. Опять-таки, я говорю молодым журналистам, вы решите для себя, чего вы хотите больше, денег или слабых? Если денег, ну, пробуем, занимайтесь чем угодно. Если вы хотите слабых, если вы амбициозный человек, если, прежде всего, знаменитым, известным, уважаемым, все, то знайте, что в этом случае у вас, может, не будет много денег, но надо что-то рублять. Вы не должны при этом, я говорю, быть конфликтным человеком в репутации и искать компромиссы с руководством, с руководителем, кстати, главным вашим, как бы, звеном, главным, на кого вы работаете, в репутации ваш непосредственный руководитель, да, это понятно. То есть если у вас нет, там, какого-то неприятия, большого конфликта, то он для вас главный человек. Не апеллируйте, никогда не пытайтесь апеллировать к руководству редакции до того момента, когда вы можете решить какие-то свои проблемы с непосредственным руководителем. Если у вашего непосредственного руководителя, отдела в целом, есть конфликт с большим там руководством уже издания, или собственником, то старайтесь, если это не противоречит вашему пониманию ситуации, быть на стороне именно руководителя. То есть это самый близкий вам человек в редакции всегда, и это тот человек, который может вас помочь. Всегда пытались ему помочь. Вот тот же Костя Усов, Костя Дорошенко знает, не даст собрать. Вот он сейчас делает неплохую карьеру в Коммерсанте, именно потому что он один оказался, ну, насколько я понимаю, из отдела, который готов помогать на безоплатной основе, редактору отдела. Что-то отредактировать нештатных авторов, посидеть там, вместо него где-то подежурить, и т.д. Это важно. Вот эти вот такие контакты доверительные, и ваше желание помочь руководителю вашему непосредственному, это достаточно важно. При этом вы никогда не бойтесь отстаивать свою позицию, высказывать свою точку зрения. Просто не высказывайте это категорично. У меня был опыт, когда в той же газете «Киевские ведомости» я пришла и, завещая редактора отдела, в котором я работала, я впервые попала на летучку, такую большую, представительную, там сидели все редакторы отдела, там такие, ну, какие-то обозреватели, такие вот и все. И что-то сказал собственник этого издания, тогда он был главным редактором, Кичинин Сергей. Мне до сих пор смешно. И тут я, вот как бы впервые на этой летучке, да, мне там мало еще кто знает. Я говорю, Сергей, это вы помнили один очень никогда, я с вами категорически не согласна. Таких вещей делать не надо, да. На меня так все думали. Посмотрели. То есть там не надо себя вести. Вы должны понимать, да, свой вес, там, вес руководства, но вы должны быть сдержанными. Но если вы в чем-то уверены до конца, если это принципиальная вещь, то не будете составить свою позицию. Не бойтесь говорить об этой своей позиции. Но будьте готовы к компромиссам. То есть есть компромиссы и компромиссы. Но если уже что-то принципиальное, идите до конца. Вот даже если будет негативное, ну опять-таки, это я говорю тем, кто хочет славно, да, славно. Идите до конца. Даже если будут очень негативные последствия данных. Все равно потом будет, все равно потом вот правда восторжествует какой-то ваша конкретная ситуация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!